Оль там на горе, ой там на круте, Оль там на горе, ой там на круте, Оль там на горе, ой там на горе, ой там на горе, ой там на горе. личку, прозвище, главных персонажей данных произведений. Эллочка Людоедка, Киса Воробянина, Панниковский, Остап Бендер и так далее. Левая часть нашего хозяйства – это зона барбекю, где расположены сейчас 17 беседок, планируем достроить. Каждая беседка имеет название. На главной площади сконцентрирована ремесленная деревня. Это кузня, где мы куем и кодируем. Мыловарня, музей самогонаварения, действующая гончарная мастерская, творческая мастерская скульптора, известного скульптора Силичевска. Здесь же сувенирная лавка, где мы отнимаем деньги у наших гостей. Или, вернее, они с любовью расстаются с ними. Там продаются корма для животных, сувенирные. Это современная наковальня, прадедовская, она находится в Кременьевке. Эта наковальня, она из чугуна, и она не звенит. То есть раньше старинную наковальню можно отличить было тем, что она звенит, а же в ухо закладает. Вот чем громче наковальня, з какой-то целью было? Две цели было. Чтобы над головой никто не стоял, ну и не подглядывал. Да, все мы не любим дивиться, что кто-то заглядывает под руки, скажет. А вторая цель была, это рекламный инструмент кузнеца. Чем громче наковальня звучит, тем дальше обосики, проходя мимо деревни, что можно заехать и, ну, подремонтировать под воду или подкувать коня. Вот в таком духе. Тут собираемо всякий-всякий раритет. Фактически там 80% это все семейное. Нажито, говорит, непосильным трудом. Вот это видео-тройка. Телевизор, приемник и проигрыватель на виниловой холстинках. 61-го года. Мастер-классы есть по кузнечному делу, по мыловарению, по гончарству и по резьбе по камню. С собой ребенок забирает, или взрослый, да, у нас разные клиенты есть, забирает с собой сувенир в виде, там, на кузне забирают такую вот подколку. То есть изготовленную собственноручно, скажем так. По гончарству мы пройдем в гончарную, увидите изделие, которое сделали дети своими руками. Ну, впечатляет. Мы пришли в гончарную мастерскую, здесь проходят мастер-классы по гончарному делу. Ну, в принципе, наш мастер делает любые работы на заказ. А традиции западноукринские, да? У нас в Южном регионе свои есть традиции, свои мастера были когда-то. Сейчас передаем от тех, кто готов передать эти знания, не думая там о конкуренции, еще о чем-то. Поэтому в каждом регионе можно почерпнуть какие-то важные, интересные традиционные методы гончарства. А потом уже обучать детей, взрослых, всех, кто хочет у нас пройти мастер-классы. То есть вы потомственный гончар или обучаете? Нет, я в Одессе учился у молодого мастера, который успел еще в 90-е заняться. Это Михаил Плужник, известный в Одессе керамист. Я у него взял основную базовую школу. Потом уже в дальнейшем самостоятельно пытался освоить какие-то новые приемы гончарства. Можно сесть за гончарный круг и, в принципе, несколько уроков. И самому слепить пивную кружку или еще что-нибудь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Будем порыбачить, будем строить мостики на водоеме. Договорились с ориентаторами о совместной деятельности, чтобы можно было, скажем, и у воды посидеть, и детям показать зоопарк. То есть родители в беседках отдыхают, детьми будет заниматься аниматор, кормить животных. Так, пока. Субтитры подогнал «Симон» Вторая часть, или второе направление нашего хозяйства – это зона, наверное, детская зона, зона трогательного зоопарка, где животное можно потрогать. Бабушкин дворик, где свободно ходят страус, курочка, качечка, овечка, ну, то есть кролики бегают, где дети могут, скажем, из бетонных джунглей, да, или с каменных коробок прикоснуться поближе к природе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Планируем самую большую на юге Украины страусиную ферму. Ну, пока, как бы, это проект, ну, пока размножаем страусов. Сейчас страусов, если не ошибаюсь, 18 штук, ну, они хорошо плодятся, и, как бы, думаю, что через несколько лет достанем больше сотни штук у нас будет страусов. Ну, и этого же страуса можно у нас попробовать будет в корчме. Пьяна хата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 26 февраля мы планируем хорошо отгулять. Приглашаю всех на Масленицу, будем провожать зиму, встречать весну, будет куча блинов. Ну, приезжайте на нас в гости, будет выпивка, закуска и драка, может, и вам что-то перепаде. Ну, в общем, я... Чучело сжигать будете? Будем чучело сжигать, пить самогон, глинтейн, есть шурпу, ну, и закусывать блинами. Так что добро пожаловать в наши Невосики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА